всех приветствую и сегодня тема не совсем хай миди а вот без приставки приветственные без хай просто миди и миди у нас вот это вот бумбокс система это значит 99 года и тут даже lp lp2 lp4 нету то есть тут стандартные только с.п. запись и вот собственно отделение миди что тут еще отделение сиди причем он сидерки сиди рвишки есть сидит текст у нее есть то есть очень хорошо определяет и как раз вот с функцией записи справляется сидюка сидерки записать на мини диск но тут еще система такая что синхронной запись в два раза она не увеличивает и я посмотрел на многих системах есть заглушки где-то нету вот у меня дистанционного пульта тоже нету вход на наушники вот по 5 ватт амплиферы в принципе вот мощность выдает такую же как вот на их модели мини дисковые плееров именно плееров ешек и и h модели вот ну так же у них тоже там и рекордеры были вот смотрите он имеет вот такую вот форму для может быть меня и вас конечно для многих эта техника устаревшие там ну для меня почему игрок тоже уже high midi дисками пользуюсь вот тут просто если сравнивать то объем памяти вот сюда вот влазит где-то примерно три таких диска поэтому если уж говорить у кого-то high midi дисков нету и дорого их приобрести можно такие использовать но не об этом вот мы сейчас послушаем тут это не high midi формат это просто midi формат и вы знаете эти системы по моему были и для европейского там реки там рынка но я вот видел на японская система и смотрите принципе вот тут ручка тут антенна fm диапазон тут хорошо что мировой они поддерживают все то есть от 76 до 108 и вполне вы себе найдете свое нужное там и любимая радио так ну смотрите вот здесь у меня почему тут вот владивостоке этот переделывали сам вот этот как говорится центр и его уже встроенные сделали здесь понижающий трансформатор никак вот у меня для этой системы вот эти трансформатор а я его унес ладно но обычно понятно балдашник большой под стол кладешь а здесь встроенный но так и особо не смотрел какой здесь можно эту систему пользоваться батареями видите ну это я так понимаю для систем настройки насколько там переносная она является но он достаточно увесистый вот увесистый пластик причем такой прозрачный имеет цвет выходил четырех цветах вот более такие вот были синий темно-синий серый такие спокойные тона и вот какой-то желтый ватт я вообще от японцев не понял от sony такой цвет так сказать детской неожиданности вот неожиданной радости ну сейчас я попытаюсь сфокусировать что тут у нас снизу вот собственно давайте посмотрим тут так сейчас только все это чтобы разобрать еще раз переверну хорошая система тяжелая мощная звук хороший так 99 год я говорю вот он выходил может быть нам удастся увидеть серийный номер вот но тут достаточно мелко все написано поэтому если кто-то что-то углядит вот я вижу 100 вот поэтому он конечно напрямую не взаимодействует если вы в японии будете покупать для него на трансформатор в моем случае тут уже я покупал через человек который во владивостоке жил и вот эта техника была им или кем-то переделана уже там установили ну вот я его собственно включаю на в розетку и сейчас можно оценить все дальнейшие функции так вот собственно появляется вот смотрите кнопки достаточно много кнопок мы сейчас первую кнопку вот зелененьким она то демо режим высвечивается пока вот видите тут кстати это недавно стало персонал ошибка появляться на не ошибка а вот биты пиксели вот то появляется то не появляется то есть целая строчка может быть это вот так сказать их болячка но вот сколько ему лет конечно очень много греет вот видите целая строчка но она иногда появляется можно еще раз попробовать его включить выключить и посмотрим появится ли совсем недавно ну собственно здесь загрузчик миди и чем удобно пользоваться в принципе нет не появилась этой системы вот кнопка power включаем миди у нас определяет миди ноу диск потому что вот его нету я вставляю ток рейдинг но я говорю потому что обычно да тут вот вот определила определила исполнителя включать включать здесь здесь миди здесь сиди вот видите можно отдельно это все удобно пауза стоп все отдельно выведено это банд радио чтобы запись была опять таки удобно звук плюс минус запись значит сейчас сфокусируется регулирование и вот запись мега бас дальше настройки саунда эквалайзер очень хорошо моно стерео репет авто презет шаффл программирование настройки вход едет и собственно вот здесь вот тоже можно устанавливать язык на название треков дорожек вот эти английский вот и иероглифами японский по моему возможно китайский дисплей вот по моему установка как раз языка тут насколько я помню подтверждать и снова кнопками вот enter вход и и снова время ну достаточно тут много функционала там еще для антенны сзади есть функция выход есть выход так аналоговый для наушников я сказал ну вот play так это стоп радио нажалось миди так и вот тут видите такими делениями громкость достаточно громкая система переключать трек пожалуйста вот здесь и здесь настройка радио герой вот я говорил запись одинарная никакой двойная там уже на хай миди систем он киа соня те же самым вот на он киа запись двойная быстрая запись это не он киа соня смт-10 а это вот такая переносная система магнитола такая бумбокс csm-35 персональная миди системы компакт диск текст также фэм тут запоминание дисплей с подсветкой так давайте посмотрим вот дисплей кнопка остатки трека остаток сколько всего на альбоме ну это год число в месяц время можно выставить название трека ну и собственно вот как же тут у нас стоп нажимаем cd компакт диск также ну вот видите у меня вот тут вот ток сиди вот чуть-чуть здесь не видят недавно появилась в принципе мне это не пугает так я хочу сказать конечно удобная система что тут вот удобно было подписывать и опять таки если я классический с компакт диск хочу переписать в сп формате то я просто беру вот как здесь cdr или сиди лицензионная ну или да флаг найти где-то еще найти скачать переварить вов уже записать на собственно говоря cdr и сиди эрки уже здесь кнопкой пожалуйста включение на меди записать можно таким образом в сп альбом но не видит уже и многие в этом смысла и раньше не видели поэтому были выпущены нет меди хайми и так да все вот стандартные он 80 минутный как этот 74 60 минут мини диски воспроизводит не воспроизводит только lp2 сейчас я возьму еще раз извиняюсь за вид из-под стола вот формат lp4 допустим сейчас проверим кнопка удобно видите треугольник такая то достать и сжект ну вот вставляем ну формат понятных а меди и вот форматы нет меди также форматы меди вот мы ставим сейчас бест классик но что за играет я вот не помню значит что он lp2 играет lp modern talking не факт лп2 лп4 вот видите что то идет звука нет поэтому он может только как название определять сейчас давайте переключим трек моно моно он определяет так то что это лп вот это же кнопка можно нажимать вот здесь вот чтобы вы видели моно ничего нет не играет поэтому до классический сп вот кто там с аналога с катушек свинила или вот сиди на такие записывать вот такого вполне хватит ну и конечно для прослушивания тут есть sound эквалайзер радио компакт диск все вот такой вот обзор вот такой вот техники которые меня не раз выручала для меня сейчас более вот такие вот интересно современные так сказать тоже уже винтаж high midi это просто midi но тем не менее я все равно ею пользуюсь всем пока